В эфире Петровка 38. Я Екатерина Девятова. Здравствуйте. Столичные сыщики задержали очередных телефонных мошенников. Полицейские подозревают, в списке потерпевших могут быть десятки человек. Вот один из эпизодов. 66-летний житель района Соколиная гора спешит на встречу с курьером. Отдает ему все сбережения. 200 тысяч рублей. Пенсионер уверен, спасает сына, который якобы в беде. На самом деле только что пожилой мужчина отдал деньги мошенникам. Но это он понял лишь когда сам позвонил сыну. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Соколиная гора на студенном проезде задержали двоих подозреваемых. Ими оказались жители Подмосковья в возрасте 43 и 45 лет. Один из злоумышленников исполнял роль звонившего и представлялся родственником пенсионера. А второй забирал деньги. Похищенным они распорядились по своему усмотрению. Полицейские ищут всех, кто пострадал от действий злоумышленников. А сейчас отправимся в столичный район Восточное Дегунино. Именно там провел всю ночь наш корреспондент Максим Ларин, наблюдая за работой патрульного экипажа. Ночная смена у стражей порядка выдалась непростой. Пришлось и в семейных конфликтах разбираться, и шумные компании успокаивать. Все подробности далее. Патрульный Александр Иванов и Илья Курочкин шутят. Стоит пожелать друг другу спокойной смены, как покоем будет только сниться. Но эта ночь исключение исправил. Вроде и пожеланий не было, а адреса дежурная часть дает один за другим. Улица Дубнинская, дом 9. Заявителя ударил пасынок. Заявитель встречает нас возле подъезда. Похороны тещи закончились выяснением отношений с пасынком. Ну, бывали всякие расприи с пасынком. Ну, сейчас вот у нас при поминках вопросы вошли. Он мне кубу расшиб. Но я тут же как бы вещи свои собрал и вышел. Конфликт разгорелся на пустом месте, продолжает мужчина. В очередной раз он попросил пасынка найти работу и слезть с родительской шеи. А он вообще не работает? Вообще не работает. И никогда не работал? И никогда не работал. Камеру выключаем, а меня не нужно на камеру снимать. А это мать молодого человека. Разъярённой фурией женщина проносится мимо полицейских. А вот и главный виновник происшествия. Здравствуйте. По мою душу, что ли? Да, заберите, пожалуйста. Здравствуйте, Лена. Расскажите, что случилось? А где вызывающие-то? Молодой человек весь покрыт татуировками. Даже белки глаз чёрные. Оттого впечатление ещё более угрожающее. Мужчина, давайте без конфликта. Нет, а давайте без давайте. Вы меня забираете, да? Второй секунд. Нет, никто не нам не забирает. Вы ситуацию можете себе объяснить? Пусть пишет. Это отец пишет на сына. Андрей, ты что творишь-то? На своего сына пишешь заяву? Не, не сын. Дебошир отправляется в отдел. Супруга заявителя всерьёз после случившегося задумывается о разводе. Возле патрульной машины женщина продолжает истерику. Художник, ты кто? Художник, ты кто? Но в конце концов патрульные увозят её сына в отдел. Разобравшись с этой семейной войной, полицейские спешат на другую. Хочу, чтобы ты покинул мою квартиру. Так категорично эта гражданка обращается к своему сожителю и просит патрульных помочь выпроводить его из квартиры. Я сказала, что я есть не буду, я не хочу, что мне жарко. И он, короче, сагрессировал, побежал в комнату, начал там ломать мебель в ту комнату, в которой он проживает. Мы в разных комнатах проживали. То он мне сказал, что, может, ты жить не хочешь? И тогда тащу по коридору, говорит, иди вешайся, вешайся, ты жить не хочешь. Виктор, на вас написано заявление. Да я уже понял. Да, на факт. Пойдёмте. Пойдёмте. Вам надо будет. Сейчас уйти. Мужчина уходит в комнату собирать вещи. Семейная жизнь рушится буквально на глазах. Семь лет с ней прожил. Не прожил, а пробыл. Пробыл? Да, я тебя просила уйти. Не конфликтовайте, да, и сказали, что не надо. Мужчина соберётся, и мы уедем. Каждый человек имеет право жить свободно и счастливо. Ты третий раз меня выгоняешь, третий раз меня возвращаешь. Виктор, будьте любезны, пожалуйста. Вы знаете то, что она ушла в эзотерику? Я оттуда не могу выпищать. То есть она в секте? Да. Да. Больше всего заявительница переживает за своих детей. Их у неё трое. В настоящее время она закрыла их в этой комнате. По понятным причинам их лиц мы показывать не будем. Отмечу только, что дети очень напуганы. И, по-моему, больше всего в этой ситуации рады тому, что отчим уходят из квартиры. Переночует мужчина у друзей. А утром в сопровождении дневного патруля вернётся сюда, но лишь за тем, чтобы забрать оставшиеся вещи. Ну да, надо сказать, чтобы не было конфликта. Чтобы не пошло никакого другого. Не стратегия повышения, когда ему преступление на почве в данной ситуации. По этому адресу вся информация будет доложена дежурной части. И в любом случае на этот адрес придут сотрудники по делам несовершеннолетних, чтобы посмотреть, как дети реагируют на данные конфликты. Три часа ночи. Шумная кампания под окнами жилого дома лишила сна местных жителей. Парней так много, что на подмогу прибыл второй патрульный экипаж. Документы. Вот что, все у вас дома, в машине. С документами всё в порядке. У всех, кроме этого парня, ему нет 18. В Москву он приехал к старшему брату в гости. С ним вместе гуляет всю ночь. И оба даже не подозревают, что так нельзя. Моныша может находиться на улице до 11 часов. После только сопровождения взрослых. Взрослых имеется в виду мамы и папы. Молодые люди расходятся, а подростка стражи порядка доставят в отделы, передадут инспектору ПДН. А этих мужчин патрульные задержали за распитие алкоголя на улице. На нетрезвую кампанию пожаловались жильцы дома, которых приятели разбудили. Будьте любезны, присесть служебный автотранспорт. Впереди молодых людей ждёт медосвидетельствование и перспектива до утра просидеть в отделе. Там они будут трезветь. Максим Ларин, Евгений Ильин, Петровка, 38. Серийного вора, охотившегося за велосипедами и самокатами, вычислили полицейские в Подмосковье. Злоумышленник орудовал в Павловском посаде, своём родном городе. Один был пристёл, вот велосипед здесь. И самокат стоял. Забрали, да? А чем был пристёл? Матросик. Мужчина признался, ещё один велосипед он похитил из частного дома. Ворота оказались открытыми, а во дворе стоял новенький двухколёсный транспорт. На нём угонщик и уехал. Установлена причастность задержанного к совершению трёх эпизодов противоправной деятельности. При обыске по месту проживания правонарушителя сотрудниками полиции изъят детский самокат. Остальное имущество мужчина продал, а деньги потратил на личные нужды. Задержанный – уголовник со стажем. Ранее он неоднократно был судим. Своей вины он не отрицает. О своих похождениях рассказывает спокойно. Пошёл на территорию дома. Ничего хитрого нет. Просто делал, говорит, давай велосипедом. По одному вылезли. По статье кража возбуждено уголовное дело. О том, что ещё попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. На северо-западе Москвы полицейские раскрыли угон внедорожника стоимостью почти миллион рублей. Вор вызвал эвакуатор, погрузил на него чужую иномарку и собирался вывезти её в другой регион. В Калужской области эвакуатор был задержан. Похищенную машину стражи порядка изъяли. А вскоре в отделе полиции оказался и подозреваемый. На допросе он рассказал, что хотел разобрать иномарку на запчасти и продать. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». В Пермском крае местного жителя обвиняют в жестоком убийстве трёх человек и ранении ребёнка. По версии следствия, мужчина приехал на берег реки, где отдыхала его бывшая супруга с родственниками и начал стрелять. Женщину, её мужа и сестру злоумышленник убил, 11-летнюю девочку ранил. Следователи осмотрели место трагедии, опросили свидетелей, назначили ряд экспертиз, обвиняемый под стражей. В Краснодарском крае в наручниках оказалась женщина, которая обокрала своего приятеля. Находясь у него в гостях, она похитила дубликат ключей от квартиры, а затем снова наведлась в гости, когда хозяин отсутствовал. Добычей злоумышленницы стали деньги, два мобильных телефона и банковская карта мужчины. Ущерб превысил 40 тысяч рублей. В Якутии перед судом предстанут трое дистанционных мошенников, которые обманули 55 человек из разных регионов страны. Аферисты обещали потерпевшим помощь в получении или восстановлении водительских удостоверений за деньги. При этом представлялись госавтоинспекторами, убеждали, достаточно оплатить их услуги, и сразу можно идти в подразделение ГИБДД, фотографироваться и получать права. На доверчивых автолюбителях подозреваемые заработали почти 2,5 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге в поле зрения сыщиков попал искусный мастер. Мужчина мог быстро и качественно изготовить ключ от любого замка. Мастерскую обустроил прямо в своей квартире, чтобы беспрепятственно попадать в чужие. Любовь Фомичева расскажет больше. Полдень, разгар рабочего дня. Это идеальное время для вора-домушника. Вот он, мужчина в Панаме, не торопясь, направляется в чужой подъезд. Соседи его совсем не смущают, ведь злоумышленник все просчитал. На этих кадрах он уже выходит из чужой квартиры с обыкновенным пакетом, в котором добыча. Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали профессионального квартирного вора. 51-летний мужчина подозревается в целой серии квартирных краж, совершенных в различных районах Петербурга. Злоумышленник проникал в квартиры граждан путем подбора ключей, которые сам же и изготавливал. Для этого злоумышленник прямо у себя дома создал мастерскую. Он мог сделать ключ к любому замку. Помимо специального оборудования дома у злоумышленника стражи порядка нашли еще и множество украденных вещей. Ювелирные украшения, алкоголь, коллекционные монеты, вазы и статуэтки. Души киньцы, денежные средства. Как выяснилось, действовал злоумышленник всегда по одной и той же схеме. Перед тем, как пойти на дело, он сначала долго наблюдал за квартирой. Устанавливал так называемые маячки на дверь, с помощью которых отслеживал, когда хозяева бывают дома. За что задержаны, знаете? Подозрение в преступлении. В каком? В квартирной краже. Ранее были судимы? Да. По какой статье? 158-я часть третьего. Пока полицейские установили причастность задержанного к двум кражам. Из одной квартиры мужчина вынес имущество почти на 100 тысяч рублей. Из другой на четверть миллиона. Оперативники предполагают, что на счету злоумышленника еще как минимум 7 аналогичных преступлений. Любовь Фомичева, Петровка, 38. Столичные полицейские представители общественных советов присоединились к благотворительной акции «Четвероногий друг в каждый дом». Они посетили один из муниципальных приютов для собак на юго-западе Москвы, оценили условия, в которых содержатся животные и привезли для них съедобные подарки. Елена Бабаева продолжит. Большая часть питомцев в этом приюте – дворняшки. Сюда они в буквальном смысле попали с улицы. Но по соседству с ними живут и породистые собаки – алабаи, корги, ричбеки и доберманы. Сами хозяева уже отказываются и не могут содержать животных. По тем или иным причинам. Либо же собака потерялась, разысные мероприятия собаки хозяевами не принесли никакого результата. А, скажем так, небезразличные люди, которые находятся собак, приводят в первую очередь сюда, к нам, в приют. Здесь бездомные псы обретают настоящий дом. Собак кормят, прививают, стерилизуют. Одним словом, основательно готовят к передаче новым хозяевам. Обо всем этом работники приюта рассказали гостям – полицейским и представителям общественных советов. Мы сегодня в одном из крупнейших муниципальных приютов для собак города Москвы, в котором содержится больше 1600. Собак, которые, сегодня мы посмотрели, находятся здесь в нормальном состоянии, о которых заботятся сотрудники приюта, к которым приезжают волонтёры. В общем, делают всё то, чтобы этим животным жилось чуть более лучше и комфортнее. Кинологи столичной полиции позанимались с питомцами приюта и отметили, что любая собака, независимо от породы, может стать верным другом и компаньоном. Я пять лет работаю в кинологическом подразделении. Имеется собственная служебная собака, порода немецкая овчарка. Работаем по поиску наркотических средств и психоатропных веществ. Сегодня в приюте познакомились вот с таким мальчиком по кличке Сантос. Ему два года. Собака очень ласковая. Сразу пошла на контакт. Дружелюбный мальчик. Полицейские и общественники передали руководству приюта запасы корма для собак. Елена Бабаева, Сергей Емельянов, Петровка, 38. На этом всё. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok